Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня читаю о том, что пресс-секретарь президента Песков уверен, что уехавший из России, массовский комсомолец, публикует на многие другие издания, рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике. При этом для тех, кто стал врагами России, наверное, вряд ли найдется место в России, говорит Песков. Заявление довольно интересное. Хотелось бы проанализировать. Вы знаете, друзья, есть люди, которые уехали из страны, например, человек вел бизнес, какие-то логистические цепочки у него нарушены, еще что-то. Вот он понимает, что, не знаю, уехав, к примеру, в Казахстан или в какую-то другую страну, он сможет вести бизнес, кормить семью. Есть люди, которые не согласны. Они уехали, занимаются своими делами, не высказываются, живут своей жизнью. В конце концов, это действительно право. И выбор каждого человека. Правда? Мы с уважением относимся к всем национальностям абсолютно. И если человек другой национальности, скажем так, мы говорим не о том, что он другой национальности, он от этого какой-то не такой. Мы говорим с точки зрения того, как он относится к нашей родине, к России, зарабатывая здесь деньги. Вот с какой точки зрения. А так я с уважением отношусь ко всем абсолютно. Абсолютно ко всем. Потому что я считаю, что везде есть плохие люди, везде есть хорошие люди. Это только люди, да, с точки зрения там национальности или еще что-то. Это бред какой-то абсолютный. Так вот. Люди уехали, это их выбор. Они живут. Живут себе. В экономике, Песков говорит, все станет, когда стабильно, они вернутся. Ну, кто-то решил, что в России все наладилось, давай возвращаться. Я к этому отношусь негативно. Ну, это мое личное мнение. Кто-то еще относится негативно. Допустим, вы. Кто-то относится нормально. Скажет, ну, человек уехал, решил для себя так. Сейчас приехал, все наладилось. Так сказать, он теперь здесь. Я к этому отношусь негативно, но это имеет место быть. В конце концов, не все любят так свою родину, чтобы, например, там соглашаться со всем, что происходит. Или, например, не знаю, влачить существование, понимая, что он может заниматься, продолжать бизнес в другой стране, к примеру. Не все любят так родину. Но они не высказываются. Он уехал и живет тихо, спокойно себе там, так сказать. Я к этому еще раз скажу. Отношусь отрицательно. Но это есть. Но мы говорим о тех людях, которые, уехав, высказываются отрицательно о России, которые начинают публично, публичные люди, поливать грязью нашу страну. И вот Песков говорит, врагам России вряд ли найдется место. Наверное. А где-то определено нормативно, кто такой враг России. Это же ведь просто на словах сказано. Ну вот Наргиз запретили на 50 лет въезд. По-моему, еще кому-то там запретили. Это один-два человека. Все. А сколько людей высказалось, которые уехали, публичные люди против, которые сейчас уже вернулись, такие, как, например, Шепелев, который извинялся за русских. Да? И он сейчас на втором канале, ему отмывают репутацию в Мариуполе. Лорак, которая, она высказывалась против 1 марта. Более того, какой-то сайт на коленке сделан на английском языке. Непонятно, куда деньги собирались. Она в жюри «Ты супер!» Понимаете? Милохин, который там то ли приехал, то ли планирует приехать, он все равно вернется. Потому что деньги только здесь можно зарабатывать. Огромное количество людей. И статус, это на словах можно так определить. Ну что, имеется в виду кто? Внесенный в перечень физлиц, выполняющий функции отстранного агента на территории РСВД Министом РФ Галкин, например, что он не вернется. Ну, я думаю, что ему ему будет сложно вернуться. Да, действительно. Но это он один, чтобы прям по всему миру гастролировал, потому что он муж Пугачевой. Вы понимаете, это очень спорное утверждение. Потому что с одной стороны, да, те, кто уехал, те, кто там был в шоке, мы можем отрицательно относиться, но они граждане России, им никто въезд не запрещал. Но с точки зрения того, что когда в экономике станете нормально, люди вернутся рано или поздно. Ну, так тогда у них, условно говоря, ценности-то какие? Где попа в тепле, там получается как бы и я, да, то есть Родина в опасности, с Родиной там происходит, Родина в трудном положении, вот, но у меня попа в тепле вот там, я тогда и, собственно говоря, буду там находиться. Да, так что ли получается? Но рано или поздно, когда там все спокойно будет, все нормально, я обратно приеду. Для меня как бы я понимаю, что еще раз скажу, такое есть, но для меня это люди, которые не имеют Родины. Для них Россия это не Родина. Родина это вот как мама, там сложные отношения бывают с мамой, бывают хорошие отношения, бывают ругаетесь, вы миритесь, бывает понимаете друга, нет, но эта мама остается для тебя мамой, это святое. Это Родина то же самое. Вот, поэтому с точки зрения того, что для врагов навряд ли найдется, такого понятия нет нигде. Законодательно закрепленного, чтобы его остановить вот на досмотре, когда он возвращается на въезде и сказать стоп, ты не въедешь. Это только если какой-то будет акт, да, государственного органа, который запретит въезд этому человеку. Сказать на словах можно все, что угодно. Можно сказать на словах вот этот человек, он, так сказать, вот такой-то, такой-то, например. Когда он, не знаю, какой-нибудь пост написал там, какой-то, да, там, извините, так сказать, извиняюсь за рус, как Шепелев. А через полтора года он уже все, он уже на федеральном канале. И депутаты говорят, а он все равно на федеральном канале. Поэтому, мне кажется, что либо нужно законодательно все-таки закрепить и в отношении каких-то людей все-таки определить и вынести определенное решение, чтобы было понятно, что вот эти люди, они не могут уехать в Россию. Тем более, сейчас такое время, когда очень хорошо видно, как через кристально чистую воду, кто вот такой, а кто вот такой в отношении Родины. Потому что сейчас время будет размываться, ил будет подниматься, и уже будет сложно понять. А сейчас видно. Либо же, либо же получается, что приходите в мой дом, и двери открыты, что называется. То есть, когда стабилизируется обстановка, уехавшие рано или поздно приедут обратно. А какие у них отношения к Родине? Какие у них политические взгляды? Поддерживали ли они в это время страну? Не поддерживали ли они в это время страну? Все равно получается, так что ли? Мне не очень понятно, честно, это высказание. Я с ним не очень согласен. мое мнение, что те люди, которые молчали, которые не разобрались, я отрицательно отношусь, но, естественно, они приедут. Но те, кто высказывался против, те, кто извинялся за россиян, те, кто поддерживал сопредельное государство, я считаю, что те люди либо не должны иметь право зарабатывать в России, либо если они допустили какие-то высказывания, выходящие за пределы и рамки закона, им вообще должен быть запрещен въезд в Россию. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришина. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришина. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришина. Новости. Новости в формате 24 на 7. Внизу ссылочка на моей социальной сети ВКонтакте Одноклассники запрещена грамм. Понимаете, в противном случае получается, что все на словах сказано. А до июра получается, что ничего не закреплено никак. Получается, что сегодня отношение такое, завтра состряпали пару сюжетов, сделали какие-то статьи отношения вот такое к человеку. Все, он может уже сидеть где угодно, там в жюри, деньги зарабатывать в России, все. Поэтому мне кажется, что все... Вот Галкин. Неужели он не сказал ничего такого на концерте, чтобы на него не завели уголовное дело? Сколько было уже в его шутках и в его речах такого, чтобы на обычного человека не мужа Пугачева явно завели уголовное дело? Правильно? Правильно. Мы же понимаем, почему не заводят. Но вот мне кажется, что сейчас, когда через вот кристальные воды все видно, у людей очень большой запрос на справедливость. Да, на то, что вот эти люди защищают родину на передовой, но в отношении вот этих людей должна быть справедливость. Что? Наговорил он там, муж он, не муж он, жена, не жена. Есть законодательно закрепленные вещи. Нужно соблюдать закон, в рамках закона действовать, да? Относиться с уважением ко всем национальностям, действовать в рамках закона. Россия многонациональна, многоконфессиональная страна. Относиться уважительно к взглядам другого человека, даже если ты с ними не согласен. Но все-таки я считаю, что нужно уважать себя и нужно уважать свою родину. Пожестче нужно немножко, мне кажется. Может быть, сейчас не время, не знаю, но что-то такое ощущение, что оно не настает, это время. Друзья, успехов, здоровья, всем пока, до встречи.